Житие и Страдание Святаго Апостола Фомы Святый апостол Фома, называемый Близнец, родился в галилейском городе Паниаде, когда Господь наш Иисус Христос во время своего пребывания на земле с людьми проходил по городам усилением, уча народ и исцеляя всякие болезни, Фома, услышав его проповедь и увидев его чудеса, прилепился к нему всей душою, насыщаясь сладкими словами Иисуса Христа и созерцанием его пресвятого лица, Фома ходил за ним и был удостоен Господом причисления к реку двенадцати апостолов, с коими и следовал за Христом до самых его спасительных страданий. По воскресении же Господа святой Фома своим недоверием к словам других апостолов, Асем еще более усилил веру в Церкви Христовой, ибо в то время, как прочие ученики Христовы говорили «Ветехом Господа» он не хотел им поверить, доколе сам не увидит Христа и не прикоснется к его язвам. Спустя восемь дней по воскресенье, когда все ученики собрались вместе и Фома был с ними, Господь явился им и сказал Фоме «Принеси перста твои, Семо, и вишдь, руцы мои, и принеси руку твою, и вложи, пребра моя, и не буди верен». Увидев Христа и, прикоснувшись с живоносным его ребром, Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой!» Это событие с Фомою самым наглядным образом убеждает всех в истинности воскресения Господня, потому что Христос явился ученикам, но как призрак и не в ином каком-либо теле, но в том же самом, в коем пострадал ради нашего спасения. После вознесения Иисуса Христа на небо и сошествия Святаго Духа апостолы бросили между собою жребий, куда каждому из них идти для проповедания Слова Божия. Фоме выпал в жребий идти в Индию, чтобы просветить помраченное язычеством страны и научить истинной вере различные обитавшие там народы. Парфян, Медян, Персов и Еркан, Бактрейцев и Брахманов и всех самых дальних обитателей Индии. Фома очень скорбел о том, что он посылается к таким диким народам, но ему явился в видении Господь, укрепляя его и повелевая быть мужественным и не страшиться, и обещал сам пребывать с ним. Он скоро указал ему и возможность проникнуть в сии страны. Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе дворец как можно искуснее, послал купца своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там такого искусного строителя, который был бы опытен в постройках и мог бы построить такие же палаты, какие были у римских императоров. С тем самым Аваном Господь и повелел Фоме идти в индийские страны. Когда Аван искал искусственных архитекторов в Паниаде, Фома встретился с ним и выдал себя за человека опытного в строительном искусстве. Аван, наняв его, вошел с ним в корабль и они отправились в путь, пользуясь благоприятным ветром. Когда они пристали к одному городу, то услышали здесь звук труб и иных музыкальных инструментов. Царь того города отдавал замуж свою дочь и послал глашатаев оповещать по всему городу, чтобы на бракосочетание собирались и богатые, и бедные, рабы и пришельцы, а если кто прийти не захочет, тот будет подлежать царскому суду. Услыхав сие, Аван с Фомою, боясь как пришельцы разгневать царя пошли на брачное торжество во двор царский. Когда все уселись и стали веселиться, апостол сел на самом последнем месте и ничего не ел, не принимал участия в веселье, но погрузился в размышления. Все смотрели на него как на странника и на племенника. Те же, кто возлежали рядом с ним, говорили ему, «Зачем ты пришел сюда, когда ничего не ешь и не пьешь?» Апостол сказал им в ответ, «Я пришел сюда не для того, чтобы есть и пить, но чтобы исполнить волю царя, ибо глашатые громко оповещали, что если кто не явится на брак, то будет подлежать царскому суду». В то время среди пировавших находилась одна женщина-еврейка, которая прекрасно играла на свирели, припевая каждому из возлежавших какое-нибудь приветствие. Увидев Фому, который не веселился, но лишь часто поднимал взоры на небо, она поняла, что он иудеянин, и, играя пред ним, пела ему на еврейском языке такой припев «Един есть Бог Иудейский, сотворивший небо и землю». Апостол же, слушая этот припев, с удовольствием просил ее несколько раз повторить те слова. Биночерпий, видя, что апостол не веселится, ударил его по лицу, говоря, «Ты позван на брак, и не будь же печален, а веселись, присоединившись к пьющим». Тогда апостол сказал ударившему его «Да воздаст тебе Господь за сие ищев жизни сей, и я пусть увижу руку, ударившую меня, плачи мою псом напоказ многим». Несколько времени спустя ударивший апостола виночерпий вышел к колодцу, намереваясь принести гостям воды для разбавления вина. Там внезапно напал на него лев, повалил и умертвил его, и, высосав из него кровь, удалился. Тогда прибежали собаки, растерзали тело его на части, а один черный пес, схвативший его правую руку, приволок ее на пир и бросил пред всеми. Все, присутствовавшие там, увидевшись е, пришли в ужас и спрашивали, чья это рука. Женщина же, игравшая на свирели, воскликнула «Что то необычайное, таинственное совершается ныне у нас? С нами находится в числе возлежавших или Бог, или Посланник Божий. Ибо я видела, как виночерпий ударил одного человека и слышала, что сей человек сказал по-еврейски «Пусть я увижу правую руку твою влачимую псом напоказ многим», что, как вы видите, и сбылось. После этих слов на всех напал страх. По окончании пира царь, услыхав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фомуи и сказал «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал поучать новобрачных целомудрию и хранению чистого девства, и, помолившись за них, благословил их и удалился. Во сне новобрачные увидали и Иисуса, который явился им в образе апостола Фомы и с любовью обнимал их. Муж, подумав, что перед ним Фома, сказал ему «Ты вышел от нас раньше всех. Каким образом ты снова очутился здесь?» Господь ответствовал. «Я не Фома, а брат его, и все, отрекшиеся от мира и последовавшие за мною, так же, как и он, не только будут моими братьями в будущей жизни, но и наследуют мое царство». Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат, и если, согласно его совету, вы сохраните непорочным свое девство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чертоге. Сказав сие, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне, и вставшие всю ночь усердно молились Богу. Слова же, сказанные им, хранили в своем сердце, как драгоценные жемчужины. Утром царь вошел по почивальню, где находились новобрачные, и нашел их сидящими отдельно друг от друга. В недоумении он спросил их о причине такого удаления друг от друга. Они же сказали ему в ответ, «Мы молимся Богу, Богу, чтобы он дал нам силу до самой кончины нашей соблюдать в супружестве совершенное целомудрие. В каковом пребываем теперь? Чтобы быть на то увенчанными в небесном чертоге нетленными венцами, как обещал явившийся нам Господь». Тогда царь понял, что к сохранению девства убедил их странник, бывший накануне во дворце, чрезвычайно разгневался и тотчас послал своих слух, чтобы они схватили апостола, но они не нашли его, потому что он вместе с Аваном уже отплыл в Индию. Прибывши к индийскому царю Бундафору, они предстали пред ним, и Аван сказал, «Вот, государь, я привез к тебе из Палестины искусного строителя, чтобы он мог устроить палаты, какие угодно твоему величеству». Царь обрадовался, показал Фоме то место, где он хотел строить палаты, и, определив размеры их, дал ему большое количество золота для постройки, а сам отправился в другую страну. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим, убогим, сам же, подвязаясь в проповедание Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время юноша, который по совету Фомы обещался хранить девство вместе с женою своею, услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, вместе с нею прибыл к апостолу. Наставленные святым апостолом в христовой вере, они приняли от него святое крещение. Девица получила при себе имя Пелагии и впоследствии пролила кровь свою за Христа. Юноша наименован был Дионисием и впоследствии удостоен сана епископа. Возвратившись с апостольским благословением свое Отечество, они распространяли славу имени Божия, обращая неверных ко Христу и созидая в городах церкви. По прошествии двух лет царь послал к апостолу узнать, скоро ли окончится постройка палаты. Апостол ответил посланным, что остается только положить крышу. Царь обрадовался и пополагал, что Фома действительно строит ему на земле дворец, и послал ему много золота еще, повелевая поскорее соорудить для палат великолепную крышу. Фома получил еще золото, возвел очи и руки к небу, говоря «Благодарю тебе, Господи, человеколюбче, что ты различными способами устрояешь спасение людей». И снова он раздал присланное царем золото, кто просил у него помощи, а сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие. По прошествии некоторого времени царь узнал, что Фома даже еще не начинал приводить в исполнение его повеления, что все золото роздано убогим, а строители не думают о постройке, но, проходя по городам и селениям, проповедуют какого-то нового бога и совершают дивные чудеса. Царь пришел в сильный гнев и послал слух своих схватить апостола. Когда святого Фому привели к царю, тот спросил его, «Выстроил ли ты палаты?» Фома отвечал, «Построил, и при том великолепные и прекрасные». Тогда царь сказал, «Пойдем же и посмотрим твой дворец». Апостол отвечал, «В жизни своей ты не можешь убедать дворца сего, но когда отойдешь из жизни сей, тогда увидишь и с радостью поселившись в нем, будешь жить там вечно». Царь, думая, что он смеется над ним, весьма оскорбился и повелел бросить его в темницу вместе с привезшим его купцом Аваном, где они должны были томиться в ожидании мучительной смертной казни. Царь намеревался содрать с них живых кожу и сжечь их на костре. Когда они сидели в темнице, Аван стал упрекать апостола. «Ты, — говорил он, — обманул и меня, и царя, называвшись искуснейшим строителем. И теперь ты встретил без пользы и царское золото, и жизнь мою погубил. Из-за тебя я страдаю и должен умереть лютою смертью. Царь жесток и умертвит нас обоих». Апостол же, утешая его, говорил, «Не бойся, для нас не настало еще время умирать. Мы будем живы и свободны, и царь почтит нас за те палаты, которые я устроил ему в Царстве Небесном». В ту же самую ночь царский брат заболел и послал сказать царю, «Из-за твоей скорби и я также стал тосковать, и от всей тоски упал болезнь, от которой теперь умираю». Немедленно вслед за сим брат царя действительно умер. Царь, забыв прежнее свое огорчение, впал в новую скорбь и неутешно рыдал о смерти своего брата. Ангел же Божий, взяв душу умершего, вознес ее в небесные обители и, обходя домашнее селение, показывал ей многочисленные великолепные блестящие палаты, между коими одна была так прекрасна и блестяща, что ее красоты и описать невозможно. И спросил ангел душу, «В какой из всех палат тебе более угодно жить?» Она же, всирая на ту прекраснейшую палату, сказала, «Если бы мне было позволено пребывать хотя бы в углу той палаты, то мне ничего бы больше и не было нужно». Ангел сказал ей, «Ты не можешь жить в сей палате, ибо она принадлежит твоему брату. На золото, которого построил ее известный тебе пришлец Фома». И сказала душа, «Прошу тебя, господин, отпусти меня к брату, и я куплю у него сию палату, ибо он еще не знает красоты ее. И потом купил ее, я снова возвращусь сюда». Тогда ангел возвратил душу в тело и умерший тотчас ожил и, как бы пробудившись от сна, спрашивал окружавших его о брате и молил, чтобы царь поскорее пришел к нему. Царь, услышав, что брат его ожил, весьма обрадовался и поспешил к нему и, увидав его живым, сделался еще радостнее. Воскресший же начал говорить ему, «Я уверен, царь, что ты любишь меня, как своего брата. Знаю, что ты безутешно плакал обо мне, и если бы можно было освободить меня от смерти, то отдал бы за то даже до полцарства твоего». Царь отвечал, «Да, это совершенно правда». «Если ты так любишь меня, сказал на это брат царя, то прошу у тебя одного дара, не откажи мне в нем». Царь отвечал, «Все, чем я владею в государстве моем, все даю тебе, любимому моему брату и клятвою подтвердил свое обещание». Тогда воскресший брат сказал, «Дай мне палату твою и возьми за нее все мое богатство». Царь, услышав такие слова, пришел в смущение и молчал, как бы потеряв способность говорить. Потом он сказал, «Откуда у меня на небесах есть такая палата, о которой ты не знаешь и какой ты никогда не видал во всей Поднебесной. Ее построил тебе Фома, которого ты держишь в темнице, и видел ее я, и удивился ее несказанной красоте, и просил поместить меня хоть в одном углу ее, но это мне не было дозволено. Ибо водивший меня ангел сказал, «Нельзя тебе жить в ней, потому что это палата брата твоего, которую построил известный тебе Фома. Я просил ангела, чтобы он отпустил меня к тебе, чтобы купить у тебя ту палату. Итак, если ты любишь меня, отдай ее мне и возьми вместо нее все мое имение». Тогда царь возрадовался о возвращении брата к жизни и о палате, построенной ему на небесах. И сказал он воскресшему брату, «Возлюбленный брат, я клялся не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно, а той палаты, которая находится на небе, я тебе не обещал, но, если хочешь, то мы имеем зодчего, который может построить такую же палату и тебе». Сказав сие, царь тотчас послал в темницу слух, чтобы вывести оттуда святаго Фому вместе с приведшим его купцом Аманом. Когда они явились к царю, сей последний поспешил навстречу к апостолу и пал ему в ноги, прося у него прощения за свой грех против него, содеянный им по неведению. Апостол же, возблагодарив Бога, начал учить обоих братьев, верив в Господа нашего Иисуса Христа, и они, умиляясь душою, принимались любовью слова Его. Вскоре затем он крестил их и научил их жить по-христиански. А братья, многочисленными милостынями своими, создали себе вечные обители на небесах. Пробыв с ними несколько времени и утвердив их святой вере, апостол пошел в другие окрестные города и селения, подвязаясь в деле спасения душ человеческих. В то время, когда Фома просвещал проповедью Евангелия «Индийские страны», наступило время честного представления Божией Матери. И все апостолы из разных стран восхищены были на облаках небесных и перенесены в Евсиманию, кадру преблагословенной девы. Тогда и святый апостол Фома был восхищен из Индии, но не поспел прибыть к самому дню погребения Бога прославленного тела с Пречистой Богородицей. Это устроено было Божьим изволением для того, чтобы удостоверить верующих, что Матерь Божия с телом была взята на небо. Ибо как относительно воскресения Христова мы более утвердились, веря через неверие Фомы, так относительно взятия на небеса с плотью Пречистой Девы Марии Богородицы узнали вследствие замедления Фомы. Апостол прибыл только на третий день после погребения и скорбел о том, что не мог быть в Евсимании в самый день погребения, чтобы проводить с прочими апостолами тело Матери Господа своего на место погребения. Тогда, по общему соглашению, святых апостолов для святаго Фомы открыли гробницу Пресвятой Богородицы, чтобы он, увидев причесное тело, поклонился ему и утешился в своей печали. Но когда открыли гробницу, то не нашли тело, а только одну лежавшую там плащаницу. И отсюда все твердо уверились в том, что Матерь Божья, подобно сыну своему, воскресла в третий день и с телом была взята на небеса. После сего Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере знамениями и чудесами. Прыбыв в мире опор, он просветил там многих проповедей Евангелия и утвердил их в святой вере следующим чудом. На одном месте лежало необычайных размеров дерево, которое не только люди, но даже и слоны не могли сдвинуть с места. Фома же привязал к всему дереву свой пояс и на том поясе оттащил дерево на десять стадий и отдал на построение храма Господня. Увидев сие, верующие еще более укрепились в вере, и из неверовавших многие уверовали. Апостол сотворил там и другое чудо, еще большее первого. Один языческий жрец убил своего сына и обвинил в этом святого Фому, говоря, «Фома убил моего сына». В народе поднялось волнение, и собравшаяся толпа схватила святого Фому как убийцу и требовала, чтобы суд обрек его на мучение. Когда же не находилось никого, кто мог бы засвидетельствовать, что Фома не причастен к тому убийству, то апостол Христов стал умолять судью и народ, «Отпустите меня, и я во имя Бога моего спрошу убитого, чтобы он сам сказал, кто убил его». Все пошли с ним к телу убитого греческого сына. Возведя очи к небу, Фома помолился Богу и потом сказал мертвецу, «Во имя Господа моего, Иисуса Христа, повелеваю тебе, юноша, скажи нам, кто убил тебя». И тотчас мертвец сказал, «Мой отец убил меня». Тогда все воскликнули, «Велик Бог», коего проповедует Фома. Апостол был освобожден, и жрец таким образом сам попал в яму, которую выкопал для апостола. После чего чудо великое множество народа обратилось к Богу и приняло крещение от апостола. Затем апостол пошел еще дальше, в колонитскую страну, где правил царь Муздиль. Проповедуя здесь Христа, святый обратил к вере одну женщину по имени Синдикию, племянницу Макдонии, жены царского любимица Каразия. Синдикия убеждала Микдонию, чтобы она познала истину и уверовала во единого Бога, создателя Вселенной, коего проповедует Фома. Тогда Микдония сказала Синдикии, «Я хотела бы сама увидеть того человека, который проповедует истинного Бога, и услышать от него его учения». Синдикия отвечала, «Если хочешь увидеть апостола Божия, оденься в плохую одежду, как будто ты простая и бедная женщина, чтобы тебя не быть узнанной. И тогда пойдем со мною». Микдония так и сделала и пошла с Синдикией. Они нашли апостола, проповедующего Христа посреди большой толпы простых и бедных людей. Вмешавшись в толпу, они стали слушать учения Фомы, который много говорил о Христе Господе и учил вере в Него, причем говорил также о смерти, о суде и геенне и о Царстве Небесном. Слушая все сие, Микдония умирилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседуя с племянницей своей Синдикией о Христе, утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала внушаться неверующими, как врагами Божиими и избегать всякого общения с ними в беседах и на перах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его. И когда он не мог заставить Микдонию изменить свое решение, то стал просить царя Музия, чтобы тот послал жену свою, царицу Тертьяну, уговорить Микдонии не внушаться супружеским сожитием. Царица Тертьяна и Микдония, жена Керезия, были родные сестры. Царица пошла к Микдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Микдония отвечала, потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога, Иисуса Христа, и не хочу быть оскверненной человеком неверующим и нечистым. Тертьяна пожелала узнать, кто это Иисус Христос, которого Микдония называет истинным Богом. Тогда Микдония изложила пред нею проповедь апостола Фомы и учила ее познанию истинной веры. Тертьяна, желая определённее знать о Христе и лучше научиться вере, пожелала видеть самого апостола и слышать его проповедь. Посоветовавшись Микдонией, она тайно послала за апостолом и призвавши его, обе умоляли наставить их на истинный путь. Он же, проповедуя имя Христа, просветил их светом веры, омыл купелью святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Тертьяна и Микдония, запечатлевшие в сердце своем все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Апостол же силою Божию продолжал творить многочисленные чудеса и исцелять всякие недуги. И многие, не только из простого народа, но даже из царских придворных, видя знамения, совершаемые апостолом и слушая его учения, обратились ко Христу. Один из сыновей самого царя по имени Азан уверовал и крестился у апостола, ибо сам Господь действовал через апостолов, умножая церковь свою и распространяя славу имени своего. Царица Тертьяна, возвратившись от Микдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему Коризию, «Желая возвратить тебе твою жену, я потерял и свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». После сего царь и Коризий произвели самое строгое расследование о причине такой перемены, которую они заметили в своих женах, и узнали, что некий иностранец-пришлец по имени Фома, научив их верю Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие со своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие из служителей царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Все сие привело их во гнев, и они, схватив Фому, бросили его в темницу. После сего апостол был представлен на суд царю. Царь спросил его «Кто ты, раб или свободный?» Фома сказал «Я раб того, над коим ты не имеешь власти». Царь сказал ему «Вижу, что ты лукавый раб, убежавший от господина своего и пришедший в эту землю развращать людей и смущать жен наших. Скажи, кто господин твой?» «Господин мой», — ответил апостол, — «Господь с неба и земли, Бог и творец всякой твари. Он послал меня проповедовать его святое имя и обращать людей от заблуждения». Царь сказал «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайся моего повеления. Как отвратил ты свои хитрости жен наших от нас, чтобы они не сообщали с нами, так снова обрати их к нам. Если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общении, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал «Не подобает рабыням Христовым иметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными злочестивыми и неверующими». Услыхав это, царь повелел принести раскаленные железные листы и поставить на них апостола босыми ногами. Когда это было сделано, под досками вдруг появилась вода, которая и остудила их. Потом святого Фому ввергли в жарко растопленную печь, но на другой день он вышел из нея живым и невредимым. После сего Коризий обратился к царю с таким советом «Заставь его поклониться и принести жертву Богу солнца, чтобы он через то прогневал Бога своего, который сохраняет его невредимым в мучениях». Когда апостол был приведен к идолу солнца, то идол тотчас растопился и растаял, как воск. Верующие ликовали при виде такого могущества небесного Бога, и множество неверных обратилось к Господу. Идольские жжевецы возраптали на Фому за уничтожение их идола, и сам царь, чрезвычайно оскорбившись, думал о том, каким бы способом его убить. Он боялся, однако, народа, услуг своих и многих вельмож, убировавших во Христа. Взяв Фому, царь вышел со своими воинами из города, и все подумали, что он желает увидеть от апостола какое-нибудь чудо. Пройдя около версты, царь отдал Фому в руки пяти воинам, приказав им взойти с ним на гору и пронзить его там копьями. А сам пошел в ворот Аксиум. Азань же, сын царя и один человек по имени Сифор, поспешили во след за апостолом и, догнав его, плакали о нем. Тогда Фома, испросив у воинов позволения совершить молитву, помолился Господу и рукоположил Сифора священникам, а Азана диаконом и заповедовал им, чтоб они заботились об умножении верующих и распространении Церкви Христовой. После сего воины пронзили его пяти копьями, от чего он и скончался. Сифор и Азан долго оплакивали его и с честью погребли его святое тело. По совершению погребения они сидели около могилы апостола и скорбели. И вот святый явился им, помилевая, чтобы они шли в город и утверждали братьев в вере. Следуя сему повелению учителя своего, апостола Фомы, вспомаштвующими его молитвами, они успешно управляли Церковью Христовой. Царь же Музди и Коризий долго мучили своих жен, но не были не в состоянии склонить их к исполнению своего желания. Поняв, что жены никогда до самой смерти не будут повиноваться им, они должны были оставить их жить свободно, по своей воле. Освободившись от бремени супружеского ига, женщины проводили жизнь в строгом воздержании и молитвах, служа Господу день и ночь, и приносили добродетельную своей жизнью великую пользу Церкви. Несколько лет спустя один из сыновей царя Муздия впал без основания, и никто не мог исцелить его, ибо в нем находился весьма лютый бес. Царь был срезвычайно огорчен болезнью своего сына и задумал открыть гробницу святого апостола с целью взять одну из костей его тела и привязать ее своему сыну на шею, чтобы он избавился от бесовского мучения, ибо слышал он, что святой Фома при жизни своей изгнал множество бесов из людей. Когда же царь хотел сделать это, ему явился в сновидении святой Фома и сказал, «Живому ты не верил? От мертвого ли думаешь найти помощь? Но не оставайся в своем неверии, и Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд». Сие сновидение еще более усилило в царю желание открыть гробницу апостола. Муздий открыл гроб, но мощей его там не нашел, ибо один христианин, тайно взяв святые мощи, унес их в Месопотамию и там положил в подобающем месте. Взяв земли с того места, царь привязал ее к шее сына своего, говоря, «Господи Иисусе Христе, молитвами апостола твоего Фомы, исцели сына моего, и я уверую в тебя». И бес тотчас вышел из сына царского и отрок выздоровел. Тогда царь Муздий уверовал во Христа и со всеми своими вельможами принял крещение от священника Сифора. Великая радость овладела сердцами верующих, ибо Идовы были сокрушены и храмы их разорены, и на месте их сооружены церкви Христовой. Слово Божие распространялось, и вера святая укреплялась. Царь по принятии крещения каялся в своих прежних грехах и у всех просил помощи и молитв. Пресвятый же Сифор говорил всем верующим, молитесь за царем Муздия, чтобы он получил помилование от Господа нашего Иисуса Христа и отпущение грехов своих. И вся церковь молилась за царя. На том же месте, где было погребено святое тело апостола, совершились по молитвам его многие чудеса во славу Христа, Бога нашего. Да будет ему со Отцем и Святым Духом от нас честь и поклонение во веки. Аминь. Святой апостол Фома, моли Бога о нас.